Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо все обетования Божие в Нем, да и в Нем, аминь. Славу Божию через нас». Вы наверняка уже в миллионный раз слышите, как я проповедую о том, что Божьи обещания — это «да» и «аминь». Послушайте, здесь сказано, что абсолютно все обетования Божие, а их немало, да? Все они «да» и «аминь». Господь не может передуматься. Если Бог говорит «я тебе это гарантирую», «я обещаю тебе это», значит, это произойдет. Я приведу вам один пример. Поговорим о сотворении мира. Бог однажды сказал «да будет свет». Бог просто проговорил это, и по сей день, только лишь из-за того, что Бог однажды это сказал, солнце все еще светит нам, исполняя то, что наказал ему Господь. Поэтому если Бог что-то обещает вам или мне, что-либо из всех тех обетований, которых немало, я расскажу вам про семь из них. Хорошо? Так вот, все они «да» и «аминь». Вы должны это запомнить. И первое обетование нам гарантирован доступ к Нему. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих. Вот первое обещание, которое дает нам Господь. Он гарантирует нам доступ к Его престолу в небесах. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вы не должны бояться туда приступить, думать, что у вас нет на то права. Вас не должно останавливать то, что вы сделали вчера, или то, о чем вы подумали прямо во время молитвы, пока молились. Вы можете приступать к Нему смело. Бог примет вас. Он гарантирует это. Он не развернет вас на входе. Приступайте с дерзновением. Кому-то нужно услышать это сегодня. Потому что дьявол пристыжает вас. Он тормозит вас. Вы сами себя тормозите, и вам кажется, что вы этого не заслуживаете. Вам даже в голову не приходит попросить у Бога обетования для себя, потому что ваша голова вся забита мыслями о том, чего вы не сделали, хотя и должны были. Я хочу донести до вас, что Бог дает вам гарантию. Вы можете смело приступать к престолу благодати. В Ветхом Завете все было по-другому. В Ветхом Завете все было иначе. Прежде чем войти в святое святых, священнику нужно было надеть специальные одежды. И сделать это он мог только один раз в году. А в Новом Завете Господь говорит, «Приступайте к престолу благодати с дерзновением». Только задумайтесь. В Библии сказано, что когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась надвое. И с тех пор Бог говорит, «Тебе гарантирован доступ». Не важно, где ты, не важно, кто ты, не важно, что ты сделал и чего не сделал. Я хочу сказать вам сегодня о том, что вы можете не боясь приходить к Богу. Он приносит вам благодать и милость. Его обетование, да и аминь. А вот второе. Нам гарантировано Его пребывание. Люблю этот стих. Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. «Имеется нрав несребролюбивый». Прекрасный стих, я бы с радостью его поразбирал. Но смотрите, что говорится дальше. «Довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Новый Завет. В Ветхом Завете Божие пребывание длилось лишь мгновение. Оно сходило лишь тогда, когда проливалась кровь животных. И даже тогда не было полного прощения грехов. Не было все прощения. Жертва лишь прикрывала грехи. Но благодаря Иисусу и Новому Завету наши грехи покрыты кровью Христа. И мы можем с дерзновением приступать к Его престолу. Нам гарантирован доступ. Он никогда не покинет тебя. Ветхий Завет, Божие пребывание, Божие помазание сошло на людей, а потом ушло от них. Ветхий Завет. Приходил пророк и говорил. Их, а вот, слава отошла. Новый Завет. В Библии сказано, нам гарантирован доступ к Богу. Он не говорит, я оставлю вас. Он не говорит, если вы будете вести себя подобающим образом, если вы будете делать определенные действия, отдавать в церковь пожертвования, то тогда сможете приступать к престолу моей благодати с дерзновением. Вам уже гарантирован вход туда. Я никогда вас не покину. Воздайте Ему славу за это. Послушайте, нам гарантирован доступ к Богу. В Новом Завете с нами не произойдет их овода. Здесь сказано, что помазание пребывает на нас. Оно не будет сходить на нас, а потом уходить. Не слушайте того, кто говорит вам, что Бог оставил вас. Божие пребывание доступно и для вас, и для меня. Доступ к Нему нам гарантирован. Нам гарантировано Божие пребывание. Третье. Нам гарантирована вечность. И это было дано нам не за наши дела, а за Его дело на кресте. Смотрите, что сказано в Библии. Мне нравится этот стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». А вот что говорит Иисус. Никто не похитит их. Кто знает, что Он в руках Христа, потому что у Христа ключи от ада и смерти. Иисус говорит, «Я даю им жизнь вечную, Я даю им ее». Они не погибнут. Никто не похитит тебя из руки Божией. Скажите, кто на этом месте благодарен Богу, что никто и ничто не может похитить вас из Его руки? Кто из вас? Иногда, когда человек покидает этот свет, вы не можете точно сказать, что же с ним дальше будет. Так вот, я говорю вам, никто не будет похищен из Божьей руки. Вам и мне гарантирована вечная жизнь, ничто и никто не может забрать от нас дар вечной жизни, который дал нам Иисус. Повернись к соседу и скажи, «Это хорошая новость». Аминь. Скажите, «Это хорошая новость». Послушайте, нам гарантирован доступ к Его престолу, гарантированное Его пребывание, гарантированное... Только представьте себе вечность. Как вам такие гарантии? И еще кое-что. Если Господь что-то гарантирует, то никто и ничто не может этого отменить. Аминь. Есть столько вещей, которые нам гарантированы. Мне так это нравится. Нам гарантирована радость. Я этого даже не записал. В Его пребывании есть совершенная радость. Если нам гарантировано пребывание, то нам гарантирована и радость. Вечность. Если бы вы сели и ничего не делали до конца своей христианской жизни, вы бы все еще попали в рай после смерти. Я бы, конечно, не советовал вам так поступать. Я говорю вам об этих обетованиях потому, что с ними мы можем сделать многое. Мне нравится это. Нам гарантирован мир. Иоанна 14, 27. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как дает этот мир. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вам гарантирован мир, который приходит от Иисуса. У нас есть гарантированный доступ к престолу благодати. У нас есть гарантированный проход к Богу, и ни глубина, ни высота, ни ангел, ни демон, ни принцип, ни какая-либо сила, ни что настоящее, ни будущее не помешает нам. Я верю, что верующему все содействует ко благу, что Бог благ и хорошо то, что Он делает. Вам нужно поменять свое старое мышление, перестать думать, что Бог за вас, лишь когда вы поступаете правильно, и против вас каждый раз, когда вы поступаете не по-христиански. Я не говорю, что вам можно так поступать, но хочу лишь сказать, что меня мотивирует то, что гарантирует Господь. Может быть, Он неверен, но я, Господь, даю Ему это обещание, а я верен. Мои обещания — это да и аминь. Ну же, гарантированный мир. Мир Божий, который выше всякого понимания. Пятый пункт — гарантированное трудоустройство. Я верю, что кому-то нужно это услышать, потому что Дух Святой побуждает меня это сказать. Не знаю, почему, я знаю лишь, что это Дух Святой. Экклесиаст, пятая глава. У меня есть один такой друг. Он сидел как-то здесь, на первом ряду. Доктор Джо Моника. Я подумал, что если в этом стихии говорится про кого-то конкретно, то это точно про него. Здесь говорится о гарантированном трудоустройстве. Бог не говорит «я гарантирую, что тебя никогда не уволят». Вы меня слышите? Если вы работаете на Бога, вас никогда не уволят. Если вы работаете на компанию «Грин Флэш» или на сталелитейном заводе, то вы вполне можете лишиться своего места. Если вы работаете на Тойс-Айрес, вас могут уволить. Но если вы работаете на Бога, то вам лишь будут предоставляться возможности перейти в новый сезон и новое благословение. Смотрите, Экклесиаст, пятая глава, семнадцатый стих. Это один из моих самых любимых стихов. Поразмышляйте о нем. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть. Я ходил недавно в гости к Роберт Маргарет. Что ты приготовила тогда, Маргарет? Пирог со стейками, точно. Если вы никогда не пробовали пирог со стейками от Маргарет, вы не жили. Я прав? Маргарет. Вы все приглашены в гости к Маргарет Кэмерон на пирог со стейками и мятым картофелем. Вот еще что я нашел доброго, говорит Соломон, и приятного. Есть и пиц. И смотрите, наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. Кто когда-либо слышал это выражение, такова моя доля. А вот что говорит Библия. Автор книги Экклесиаста, это Соломон, говорит, «Такова ваша доля – наслаждаться своим трудом». Такова ваша доля – есть, пить и получать удовольствие от своей работы. Я вспомнил про моего друга доктора Джоу, потому что он любит свою работу. Кстати, кто-нибудь скажет на это «Аминь»? Итак, он финансист, распределяет инвестиции и очень любит свою работу. Я знаю его очень хорошо, у нас близкие отношения. Он верит, что Господь наделил его умением хорошо разбираться в цифрах. У меня с числами все обстоит так. Я люблю их, я сталкиваюсь на работе и после работы с ними. В Библии сказано, что когда мы понимаем, что Бог гарантировал нам вечность и гарантировал нам трудоустройство, то послушайте, что здесь сказано. Я очень люблю этот стих. И если какому человеку Бог дал богатство... Наверняка вы благодарны Богу за этот стих. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Если вы трудитесь для Господа, вы никогда не останетесь без работы. Я не говорю, что тщетен ваш труд, если вы работаете военным, если вы работаете на американское правительство, но ваш главный работодатель — Бог. Бог — ваш источник. Я не хочу, чтобы вы, работая на кого-то, считали, что этот человек — ваш обеспечитель. Бог — ваш обеспечитель. Он восполнит ваши нужды по богатству своему и славе. И далее у нас идет шестой пункт. Он мне очень нравится. Нам гарантирована награда. Мы служим Ему, потому что мы любим Его. Скажите, а кто из вас служит Богу ради награды? Но нам гарантированы какие-то награды. Если они гарантированы, то я хочу знать, что это за награды. Вспомните, каким был Давид прежде, чем стать царем. Он был маленьким пастушком, и у него были взрослые братья военные. А маленький Давид был всего лишь пастушком, и к тому же поэт. Он писал песни, которые никто не пел. Его песни слушали разве что только овцы, но никак не люди. Он играл на арфе. А затем сказано, Господь пришел в его жизнь и сказал, «Ты будешь следующим царем». Но прежде чем это произошло, Давид услышал, как Голиаф насмехался над Саулом и всем израильским войском. Как он об этом узнал? Его отец послал его с бутербродами к братьям. К его братьям. Затем вышел Голиаф и сказал, «Ну же, есть ли среди вас смельчаки?» Никто не решался ответить на его вызов, а Давид сказал, «Что это за тип?» Это Голиаф, огромный, страшный, ужасный и высокий. В Библии сказано о его росте, он был почти 3 метра в высоту. Высоко, с таким ростом, ты не подкидываешь мяч в сетку. Ты просто бросаешь его вниз. Понимаете, о чем я? Он говорит, почему никто не отвечает ему? Да ты посмотри на него. В Библии сказано, что царь не нашел добровольца и поэтому предложил награду смельчаку. Давид спросил, «А что за награда?» «Ну, тебе больше никогда не придется платить налоги». Для меня это отличная мотивация. Никогда не платить налоги? Я за. Да, но не только это. Еще ты получишь в жены царскую дочь, полцарства, если решишься с ним биться. На что Давид отвечает, «Скажи еще раз, какова награда?» Он три раза спрашивает об этой награде. И, наконец, говорит, «Царь Саул, я пойду с ним биться, не говори потом, что награды не было назначено». В Библии сказано, что когда мы придем на небеса, мы получим награду. Те, кто претерпел, те, кто выстоял, получат награду. Смотрите, что написано в 10 главе Евангелия от Матфея. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка. Обратите внимание, что это Новый Завет, и Иисус говорит здесь о пророках. У него было слово от Бога, и он сказал, «Кто принимает вас, принимает меня». Кто принимает пророка, получит награду пророка. Его награда, это и ваша награда, если вы принимаете этого человека. Поэтому я считаю, важно, чтобы вы принимали пасторов и людей, которых Господь посылает в вашу жизнь. Кто-нибудь скажите на это «Аминь». Не завидуйте пастору. Не стоит недооценивать его важность. В Библии сказано, что если вы принимаете пророка, то вы получите его награду. Аминь. И кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашу и холодной воды, во имя ученика. Истинно говорю вам, не потеряет награды свои. И далее у нас идет последний пункт. «Нам гарантирован урожай». Это 125-й псалом, 6-й его стих. «С плачем, несущий семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Те, кто несет семена с плачем, смотрите, кто несет семена для посева. Если вы не несете столько семян, чтобы пустить по этому поводу слезу, то вы вообще зря несете эти семена. Вот что случается порой. Вы сеете семена со слезами, но в Библии сказано, урожай вам гарантирован. Ну, скажите, кто-нибудь, аминь на это. «Урожай гарантирован, если вы сеете свои семена, вам гарантирован урожай». Помню, я как-то раз ходил на рыбалку. Я уже даже и забыл про этот случай. Со мной, кажется, был Роберт. Я услышал, как кто-то меня звал, и меня это немного разозлило. Потому что у меня клевало в тот момент, я не хотел отвлекаться. У меня клевало. Но мне показалось, что у того парня что-то случилось. Я понял, что мне нужно поскорее к нему подойти. К счастью, я успел уложить пойманную рыбку в лодку. Это важно для рыбака. Уж поверьте, я подошел к нему и увидел, что один крючок от удочки застрял у него в руке. Неслабо он ее так проткнул. Второй крючок был в реке и тянул его за руку, оторвав ему при этом кусочек кожи. Выглядело, прямо скажу, жутковато. Я понял, что этот мужчина был очень пьян и находился в состоянии шока. Очевидно, он был один, и я сказал Роберту, «Пришвартуй мою лодку». А сам запрыгнул в его и отрезал удочку, которая тянула его руку в воду. Я понял, что ни за что не смогу вытащить крючок, застрявший в его руке. Если здесь есть рыбаки, они меня поймут. Нам пришлось проплыть с ним до берега и обратиться к береговой охране за помощью. Это было в Линхвейн-Фишхаус, да? Ну, кажется, там, если я не ошибаюсь. А, нет, это было в Барбосе. И, как оказалось, доктор, который там работал, уехал. Этот мужчина стал понемногу приходить в себя, уровень адреналина постепенно спадал, но он все еще был очень бледен. Они посмотрели на него и сказали «Старый морской волк». После чего он взглянул на меня и спросил «Где я?» Я сказал «Вы Вирджиния Бич. Вот ваша лодка. Вы рыбачили и прокололи себе руку». На что тот сказал «А почему это вы притащили меня сюда?» «Я живу в Литтл Крик». «Почему вы не отвезли меня в Литтл Крик?» Я хотел ответить ему что-то вроде «Ах, ты лис, я вообще-то тебе помог». Он сказал «Теперь мне придется везти туда свою лодку». А я ответил «Вам нельзя никуда ехать, вы пьяны». И он сказал медбрату «Просто возьмите клещи, раскалите этот крючок и вытащите». А медбрат говорит «Сэр, вам нужно в больницу». И тот начинает кричать на медбрата «Просто сделай, что говорю». После чего мы решили, что пора сматывать удочки и возвращаться на рыбалку. Ему вытащили этот крючок, мы велели ему позвонить кому-нибудь и попросить забрать его, и решили, что пора бы уже идти. Но все это мы сделали не ради награды. Я сделал это потому, что у меня была возможность помочь ему. Я сделал это не ради спасибо. Когда Иисус исцелил десятерых прокаженных, лишь один из десяти вернулся к Нему, чтобы сказать спасибо. Не делайте этого ради спасибо. Господь и так видит, что вы делаете. Аминь. Но мы обижаемся. Мы расстраиваемся и думаем, «Но все, больше не буду никому помогать». Перестаньте делать это ради благодарности. Мы живем, чтобы служить одному лишь Богу, который видит все. Он видит наше сердце и говорит, что если мы сеем, то и пожнем во имя Иисуса. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса». Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. День памяти — это день, когда мы чтим память всех тех, кто погиб, служа нашей стране. В этот день у нас будет проходить особое служение, на которое мы бы хотели вас пригласить, чтобы почтить память тех, кто боролся за нашу свободу. Бог создал вас, чтобы вы могли влиять на других для его царства. Исполнение вашего призвания напрямую связано с тем, как вы помогаете другим воплощать их мечты. В книге «Акцент лидерства» Стив Келли делится фундаментальными принципами лидерства, полученными в результате его жизни и служения. «Акцент лидерства» расскажет о четырех основных факторах, которые помогут вам увидеть собственный потенциал к лидерству и поведут вас в вашем лидерском служении. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пасторы, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время. Это ваша история. Продолжение следует... Продолжение следует...